Выборы президента России прошли не только на избирательных участках, но и в режимных объектах системы ВСИН и МВД, где их провели выездные комиссии. Голосование проходило полностью в соответствии с нормами законодательства и в присутствии членов мониторинговой рабочей группы, приуполномоченным по правам человека и сотрудников прокуратуры. Например, в окружной столице сегодня проголосовали югорчане, находящиеся в изоляторе временного содержания. Все 18 человек, которые содержатся здесь и имеют гражданство России, изъявили желание отдать свой голос за будущего президента страны. Предварительно им предоставили официальные листовки Центризбиркома, в которых содержится информация о кандидатах. А перед голосованием краткое заполнение заявления на выдачу бюллетеня, так как паспортов у содержащихся под стражей на руках нет. Дальше, как и на любом участке, заветную галочку задержанные ставили в кабинке без посторонних глаз. Каких-либо новостей с полей, что права избирателей нарушаются, в мой адрес не поступало. Мы с вами имели возможность сейчас убедиться в том, что голосование проходит спокойно. Все граждане ИВС Ханты-Мансийский выходят на голосование в хорошем настроении, знают о своих правах, знают об обязанностях, соблюдают эти правила и охотно участвуют в голосовании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!